Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин antelife.com.ua Перед вами смартфон под названием iOcean X8 Mini Без приставки Pro, это версия, которая с 1 гигабайтом оперативной памяти и 32 встроенных Смартфон это новинка Он является младшей версией большого iOcean X8 Он значительно дешевле Приблизительная цена у нас в магазине около 175 долларов из наличия в Украине с гарантией Давайте рассмотрим комплектацию Поставляется он вот в такой вот коробке Здесь вот такая вот надпись есть iOcean X8 Mini В комплекте поставляется вот такой вот очень удобный и по моему мнению как раз в тему бампер Потому что задняя панель у смартфона зеркальная и она очень будет залапываться То есть это очень удобно будет его одевать Но об этом немножко позже Значит по остальному комплекту здесь есть скрепка Дальше поймете для чего Есть пленка оригинальная Ну и собственно зарядка и USB кабель Гарнитуры, наушников здесь комплектации у смартфона нет Размер дисплея смартфона составляет 5 дюймов Спереди и сзади у нас смартфон имеет стекла, которые имеют защиту Asahi Это по данным от производителя, от официального источника Это покрытие, которое лучше чем простое закаленное стекло Значит спереди у нас есть три сенсорных кнопки Они снизу, их очень слабенько видно, они не подсвечиваются Меню домой-назад Сверху есть камера, динамик, датчики приближения, датчики освещения И справа здесь индикатор пропущенных звонков, пропущенных событий Сверху у нас разъем под наушники По моему мнению, вот это вот вроде бы пластик Значит с этой грани у нас есть качелька громкости И кнопка включения-выключения смартфона Здесь микрофон и разъем для зарядки и USB Здесь у нас есть разъем для сим-карт Здесь две сим-карты Одна сим-карта мини, вторая микро Точнее, nano То есть слота под карту памяти у смартфона нет Здесь 32 гигабайта в своей памяти Поэтому в принципе этого достаточно Сзади панель у нас такая же, как и у оригинального iOcean X8 Большого, она зеркальная То есть смотрится это все очень классно, достойно Но очень маркая эта поверхность Поэтому вот такой вот бампер будет очень в тему Он матовый, такой терпкий на ощупь И вместе со смартфоном они будут смотреться очень классно Значит камера на 8 мегапикселей Есть вспышка Динамик здесь снизу Ну и собственно логотип iOcean Больше особо здесь ничего нет Смартфон имеет у нас довольно-таки неплохой экран Ну давайте начнем по порядку с программки Antutu Посмотрим, какие технические характеристики у этой модели Кстати, хочу сказать еще пару слов о корпусе Корпус монолитный, хорошо собран смартфон Он не трещит, не люфтит Нигде никаких посторонних звуков не замечено было мной Значит в Antutu набирает смартфон 18 тысяч баллов Это стандартный показатель для процессора MTK6582 Здесь 4.4 Android HD разрешение экрана 13-мегапиксельная камера Здесь реальный гигабайт оперативной памяти 32 встроенных Процессор здесь MTK6582 Частота его максимальная по 1.3 ГГц 13-мегапиксельная камера основная Это пишет нам Antutu И 5-мегапиксельная фронтальная На самом деле здесь 8.2 По данным от производителя Значит здесь 5-точечный мультитач И давайте посмотрим, какие датчики в смартфоне есть Сразу же говорю вам о том, что смартфон поддерживает ОТГ Очень часто у меня спрашивают Есть гироскоп, есть вспышка Датчик приближения, датчик освещения Компас, акселерометр, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, само собой Обе, две камеры есть Прошивка здесь 4.4 Android Сейчас продемонстрирую вам я ее версию Вот такая вот прошивка Что хочу сказать Ну, во-первых, внешний вид прошивки мне нравится Тут много прикольных менюшек Тут очень все удобно сделано Мне нравится, что есть у смартфона Смартфон Wake Есть функция, то есть можно настраивать Как будить смартфон двойным тапом Например, очень удобно и стабильно работает Также я заметил, что Ну вот, некоторый такой баг Есть при прилистывании рабочих столов То есть немножко подлагивает вроде бы Есть настройки эффектов перехода Обои Можно устанавливать различные виджеты Также хочу сказать, что вот на этой прошивке Во время тестов Один раз у меня смартфон самостоятельно перезагрузился То есть что-то ему там не понравилось Куда-то я заходил вроде бы в Mobile Uncle Tools И вот он у меня перезагрузился Но больше такого не проявлялось Экран у смартфона хороший Здесь IPS-матрица Углы обзора тоже хорошие, достойные HD-разрешение Яркость Запас яркости тоже отличный, как по мне 5-дюймовый экран Вот уровень яркости Вот такая вот яркость минимальная То есть нам будет удобно ночью читать, допустим, ту же книжку Или смотреть видео в YouTube Не будет слишком бить по глазам Ну и максимальная яркость также достаточно будет для нас Для того, чтобы в жаркий летний день, в солнечный смотреть Нормально пользоваться смартфоном По углам обзора давайте продемонстрирую вам картинки Мне в принципе понравилось, как отображает картинку Эта модель Да и в принципе в iOcean Всегда экраны очень хорошие Они насыщенные, они яркие Реканий у меня никаких здесь быть не может Матрица IPS мне нравится Ну то есть углы обзора, вы видите, что углы обзора хорошие Хотел сказать вам пару слов о звучании этого смартфона Звук во время разговора по телефону довольно-таки хорош Динамик достаточно громкий Микрофон вообще отличный Звучание в наушниках тоже в принципе меня порадовало Можно слушать звук В отличие от многих смартфонов на MTK6592 звук с басами Слушать музыку, наслаждаться качеством можно тоже в принципе без проблем особых Ну и внешний звук меня тоже порадовал Вот этот вот динамик он сразу был заклеен пленочкой Я немножко приподнял заднюю пленку Пинцетом достал то, что закрывало И звук очень довольно-таки хороший Давайте продемонстрирую вам И сразу же покажу вам, что например вот у меня Фильм в качестве HD Он запускается и все нормально Воспроизводится без лагов Ну звучание мне понравилось Действительно хороший звук Смартфон имеет для меня привычные технические характеристики Это четырехъядерный MTK6582 Это HD разрешение экрана То есть графический ускоритель Mali 400 То есть с играми этот смартфон будет справляться хорошо Можно будет с легкостью играть в современные игрушки И не заморачиваться о том, что они могут как-то там подлагивать Смотрим В общем с играми тоже проблем особых нет С этим все тоже сбалансировано и достаточно хорошо сделано Теперь перейдем к тесту аккумулятора Здесь монолитный корпус Здесь несъемный аккумулятор Крышка не открывается Только в режиме В условиях мастерской Аккумулятор заявлен от производителя на 2200 мАч Какие тесты я проводил Ну вы наверное кто смотрит мои видео Вы уже догадались Это тест Antutu Tester Набрала эта модель 4688 баллов Это довольно таки неплохой средний результат В режиме воспроизведения видео из YouTube Со 100% до 3% С максимальной яркостью С Wi-Fi включенным со звуком Смартфон продержался у меня 4 часа 23 минуты Это тоже средний результат Ничего выдающегося здесь нет Но и не слабый абсолютно То есть я могу сделать вывод таков Что эта модель будет работать Вот в штатном режиме В режиме как телефон 2-3 рабочих дня с легкостью И теперь я тестил GPS GPS здесь хороший Тестил я его через Mobile Uncle Tools Первый старт у меня занял 9, почти 10 секунд Словил он много спутников И обозначил точку на карте С GPS тоже все хорошо Основная камера Идет на 13 мегапикселей С интерполяцией Реальных от производителя По данным от производителя Здесь 8 Видео записывается естественно В формате Full HD Качеством камеры я был доволен Я сделал несколько фотографий Сделал фотографии в темноте Со вспышкой Вот такого качества у меня фотография Получилась Это в кромежной темноте Недалеко То есть я эти все фотки выложу И вы сможете это все посмотреть Вот так вот Сфоткал он страницу А4 Ну и обязательно сделаю видео И вы сможете посмотреть качество Full HD во время записи Фронтальная камера Средненькая Вспышка мне понравилась То есть макросъемка тоже у смартфона Отличная камера В общем достойная Абсолютная Не знаю Может быть даже не хуже камера Чем в большом iOcean X8 Который на 1000 гривен дороже стоит Вот в принципе и все Вот такой вот получился iOcean X8 mini Однозначно Модель заслуживает внимания В первую очередь Благодаря цене И смартфон будет продаваться По цене приблизительно В 2500 гривен То есть это Довольно таки Средний сегмент Много конкурентов У этой модели И Yumi C1 И THL-V200C С другим процессором С восьмиядерным Но я считаю Что эта модель Будет вбиваться Благодаря своему дизайну Хорошему экрану Хорошим сбалансированным Аккумулятору камере Хорошая производительность У этой модели Ну и стильный корпус Конечно же Потому что Куда без этой задней крышки Она очень классно смотрится И это однозначно плюс Какие минусы Я могу Для себя Сделать Ну во-первых То что не подсвечиваются Кнопки Как-то вот мне было В случае с данным С данным смартфоном Немножко некомфортно Пользоваться Пока привыкнешь Ну их вообще Даже не видно Они там есть Но их очень-очень слабо видно Не знаю Особо других каких-то нюансов И негативных сторон В этом смартфоне Я не заметил Меня все устроило Ну единственное Что можно По появлению новых прошивок Прошить его На какую-то более Современную версию И тогда вообще Будет все Идеально По корпусу По сборке Нареканий у меня никаких нет Всем спасибо за внимание Подписываемся на канал Заходим к нам В наш интернет-магазин В Украине Можно купить эту модель По очень хорошей цене С доставкой Новой почтой Без предоплат Спасибо Всего доброго вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому